Это видно и невооруженным взглядом, да, вот это задымление, которое в пойме есть. Плотная дымка над землей еще не развеялась с выходных, которые барнаульцы отмечали по полной. Этот снимок со спутника сделан в пятницу. Красные точки – очаги возгораний. И далеко не от костровищ для шашлыков. В субботу их меньше, в тот день было облачно, зато отыгрались в воскресенье. Прибавьте сюда сотни костров для пикника, которые тоже могли привести к пожарам в лесах и полях, а еще намеренные поджоги. Существуют разные легенды на этот счет у людей в головах. Кто-то считает, что чем больше сжечь, тем меньше будет клещей. Рыбаки выжигают просто подходы к водоемам, чтобы им было удобно подъезжать, спускать лодки и так далее. Есть такие факты, они отмечены. Но это игра с огнем в прямом смысле и в переносном смысле слова. В результате у хроников проблемы с дыханием, особенно у пожилых, которые и так в группе риска. А если говорить о природе, в огне сгорают насекомые. Кладки яиц, журавлей, гусей и куликов. Как это отразится на их популяции, говорить пока рано. А вот в черте города птиц может стать больше. По словам орнитолога Алексея Эбеля, прописаться в парке пернатым сейчас проще. Людей, которые их пугают, меньше. И переехать в город могут даже новые виды птиц. Я думаю, что могут быть некоторые, скажем так, дятлы. Но у нас традиционно гнездятся, допустим, дрозды, рябинники. Изредка у нас гнездится певчий дрозд. Гнездятся в достаточно большом количестве зяблики, зеленушки. Ну вдруг нам повезет в этом году, вдруг снегиризы гнездятся. Не новая, но хорошо забытая живность появилась в Венеции. В каналы вернулись утки, крабы, рыбы. Эти кадры облетели весь мир и вдохновили любителей природы, в том числе барнаульских. Но на барнаульскую речку Пивоварку благостного влияния, к сожалению, нет. Она и до коронавируса была завалена мусором, он здесь и сейчас. Это пластик разной тары, кирпичи, стекла, пакеты. И непонятно, будет ли мусора меньше или больше от того, что люди не ходят на работу. Не ходят на работу, зато ходят на природу, что доказывает карта пожаров и Инстаграм. Что касается Пивоварки, то продохнула она после 90-х, когда остановились заводы. Дальше можно лишь вычистить и облагородить. Проект готов с 2016 года, но требует сотни миллионов на расселение горожан с берегов. И это вряд ли возможно реализовать. Да и сомнительно, что помогло бы, говорят эксперты. Сама река могла быть восстановлена, очищена дно, но этому не дало того эффекта, который хотят люди. В первую очередь, это жители города, которые живут на берегах. Это их на сегодняшний день забота. Это вот что говорит о речке Пивоварки. Ну а то, что сейчас мы наблюдаем опять весной, по ней плывут отходы нашей деятельности. Ну вот ничего удивительного. Исправляется река, но совесть-то иметь надо. А это значит, что не стоит ждать от коронавируса эффекта тотальной очистки. И о проблемах экологии мы с вами должны помнить каждый раз, просто выходя из дома. Анастасия Дороган, Илья Халяпин. День с толком.